Давайте приступим! Да, мне, конечно, непросто в контекст погрузиться с этими альфа, бета и гаммами. Буду, по ходу пьесы, если плавать, то просьба с пониманием отнестись. Так, я в любом случае с пониманием отношусь, то есть все хорошо. Так, ну что, давайте начнем. Дмитрий, добрый день. Добрый. Вы попросили, то есть встречу, да, мы встречу назначили. Я не совсем понимаю повестку нашей встречи, поэтому я бы хотел изначально, чтобы вы мне пояснили ее. Поясните, пожалуйста, что вы хотите? Мы ищем провайдера сервиса, который бы нас устраивал и с большим потенциалом на будущее. У нас есть на сегодняшний день компания, которая оказывает эту услугу и есть свои плюсы, свои минусы. И нам интересно посмотреть, кто есть еще на рынке для того, чтобы более комплексно подойти к решению этого вопроса, к качественному предоставлению услуг и найти, возможно, какую-то комбинацию поставщиков или какого-то единого поставщика. Я так понимаю, что мы одна из компаний, все верно? Да. На данный момент, да. Что скажете, рассмотрели? Ну, мне кажется, это не совсем корректно, то есть, вы же прекрасно знаете рынок и какие у вас конкуренты, и поэтому зачем это повторять, может быть, не имеет смысла. Может быть, даже вы расскажете, кто для вас конкурент, это будет более интересно, может, мы кого-то упустили. Не-не, я вам вопрос задаю, ну и что, как, вот вы на нас посмотрели. А, в этом контексте. Да, то есть, вы на нас посмотрели. Да, хорошие, ну, не то, что хорошие, мы с вами уже предварительно какие-то позиции переписывались, переговаривались и какие-то там точки соприкосновения уже у нас наметились, выглядит это, возможно, сотрудничество как продуктивное, а осталось только договориться по условиям. Остальные все параметры у нас уже ранее все проговоренные, они обе стороны устраивают, вот, остались несколько точек, надо их расставить и мы можем двигаться дальше. Ну, смотрите, а о каких условиях вы говорите? Я вам свои условия озвучил в работе. Ну, конечно, конечно, так же, как и мы свои. В этом-то и стоит задача сегодняшних переговоров найти то, где обе стороны будут взаимодовлетворены. Я удовлетворен со своей стороны, если вы согласитесь, я удовлетворен. Если вы не согласитесь, вы просто будете являться тем клиентом, который не может оплатить то, сколько я выставил и все. В чем вопрос? У нас просто таких, как вы, понимаете, в вагон и маленькая тележка стоит. Согласен, да, это делает нашу позицию менее привлекательной, потому что, если у вас такой колесик клиентов, то, в принципе, можно даже разговор подальше не разговаривать. Как бы мы лидирующая компания, как бы она ни была. Да, да, но Nokia тоже когда-то была лидирующей компанией. Согласен, с тем мы когда-то умрем. Да, а где теперь это Nokia? Она сейчас выпускает новые телефоны, рекламирует, вот где она. Ну и что, это помогло? Дмитрий, давайте скажем так, мы с вами не телефонами продаем, просто-напросто, я вам еще раз говорю, я вам условия озвучил и я буду максимально доволен, если вы согласитесь на моих условиях. Если вы не согласитесь на моих условиях, вы будете просто один из клиентов, который не платежеспособный и все, ни больше ни меньше. Ну, смотрите, одно из другого не вытекает. Если мы не готовы на 100% предоплату, это не значит, что мы не платежеспособны. Согласен. Да, поэтому один из клиентов, которые не платежеспособны и неготовность сделать предоплату, это все-таки две разные истории. Я вам сказал, как мы будем считать. Вы можете считать нас в попугаях, собаках, как угодно. Мы же говорим не о том, что после вкуса мы остаемся, а про то, как делать совместное дело, правильно? Хорошо. Предлагайте. Я вам свою позицию предложил, я так понимаю, вы с ней не согласны. Правильно понимаю? Да, она не вызвала энтузиазма такого, как хотелось бы. Предлагайте свою позицию. Как говорил, в известном произведении согласие есть продуктное противоположение сторон. Хотелось бы это согласие найти. Давайте. Да, ну как вы знаете, мы вам предложили условия скидки 20% от цены. Дмитрий, секунду. Вот если вы чуть-чуть подымите, то у вас под видео, подымайте и у вас под видео будет ваше описание роли. Да-да-да, я вижу, вы же да. Я имею в виду, вы просто смотрите куда-то, если вдруг нужно, то можно. А я выписал. А, все хорошо тогда. Да-да-да. Я же готовился. Вот, то есть еще раз повторюсь, все хорошо, все замечательно, отличная компания. Хотелось бы обсудить скидку 20% от цены, 6 одни отсрочки и выделенного специалиста, который бы занимался только бы нами и был бы с нами в непосредственном контакте, и упылял бы свое внимание на все остальное. Не понял, смс-ку писал. Еще раз что вы говорите? Ну, занят был немножечко, отвлекся. Что еще раз? Ничего страшного, я с удовольствием повторю, потому что самому нравится это повторять. Ну, условия 20% от цены, скидки 60 дней отсрочки и выделенного специалиста. То есть, если я правильно понимаю, у нас с вами стоит два вопроса. Первый вопрос – это скидка от основной цены. Второй вопрос – это 60%. Ой, это 60 дней отсрочки. Все верно? Нет. Еще третий пункт – это выделенный специалист. Смотрите, я вам предложил условия следующие. Никаких отсрочек, 100% предоплаты и сотрудник наш 50 на 50. То есть, как бы, с сотрудником 50 на 50 у вас нет вопросов? Если мы договариваемся по остальным пунктам, то эта опция, допустим, мы вполне. Так, хорошо. Я понимаю, что при каких-то определенных обстоятельствах оплата 50 на 50 может не устроиться. Все верно? Посмотрите, на сегодняшний день наше предложение было то, что специалист просто выделен и вы его оплачиваете. также было вам сказано, что нет никаких отсрочек, нет оплаты, нет скидки и, соответственно, специалист 50 на 50 – это был ваш пакет предложения. Поэтому, если я говорю, окей, давайте, например, специалист 50 на 50, допустим, но тогда какой-то шаг навстречу будет или это просто будет игра в одни ворота? Ну, подождите, а разве 50 на 50 – это не шаг навстречу? Нет. Хорошо. Специалист 100% оплачиваете вы сами. Тогда, может быть, мы и сами будем делать все. Так устраивает такой шаг вперед? Ну, это не вперед, это назад. Тогда я могу сделать вперед, дать 50% взять на себя оплату. Дмитрий, ну, вы, грубо говоря, корону-то снимите немножечко, и вы поймите, с кем вы разговариваете. Где вы, где я? То есть, где бета, где альфа, да, это абсолютно две разные вещи. Вы меня с собой не равняйте. Я вам еще раз задаю вопрос. Я правильно понимаю, то есть, вы не хотите, чтобы мы оплачивали 50% за своего сотрудника? Это опция допустима. Почему? Это опция допустима. При каких условиях она недопустима? При всем пакете. То есть, нет скидки и 100% на предоплату. Хорошо, я согласен взять 100% оплаты человека на себя, при этом 100% предоплаты и никаких скидок. Мы же прекрасно понимаем, сколько стоит человек, человека час, и что такое скидка 20% от всего объема. Это вещь несопоставимая. Согласен с вами. Но вы же сказали, что при каких-то условиях вы не согласны. Я вам говорю, то есть, я готов взять 100%. Я рассматриваю сейчас только свою позицию. Я не совсем понимаю, то есть, что для вас важно-то вообще. Для вас человек, скидка, рассрочка. Как бы я не совсем пойму. Скажите мне, вот я хочу раз, хочу два, хочу три. Вы мне сказали, 20% от цены и 60 дней отсрочки. Правильно? Да. Дни отсрочки. Я вам задаю вопрос, что сюда входит человек 50 на 50 оплата. Вот сюда. При этих условиях. При скидке 20% от срочки 60 дней? Да. Да, входит. Тогда я вам сразу скажу, что о 60 днях отсрочки вообще речи быть не может. То есть, этот вопрос можете у себя вычеркнуть, он даже не обсуждается. У нас условия работы с предоплатой. А вот по поводу скидки, по поводу скидки, я не понимаю, почему я должен ее предоставлять. Ну, это как welcome drink для новой компании. То есть, вы мне говорите дорого, правильно я понимаю вас? Понятие дорого и дешево – это же субъективная причина. Мы просто считаем свои деньги и считаем свои косты. Согласен с вами, а я считаю свои деньги и свои. Вот и все. Поэтому я предлагаю пожать руку на моих условиях, на моих условиях, что я вам, ну, максимум, ну, хорошо, 3% скидки я вам дам. 3% скидки дам. От срочки нету никакой. От срочки нету никакой. Это не обсуждается. Мы в долг не работаем. Это в пользу нищих. А по поводу сотрудника, я вам сделал предложение 50 на 50. Вы можете согласиться, можете нет. Давайте обусловим еще раз. 4% скидка. 4% скидка. Уже не 3, 4. Ну, пусть будет хорошо. Если я сказал 4, я оговорился, пусть будет 4. 4% скидка. Нет отсрочек. Нет отсрочек. Нет отсрочек. И человек 50 на 50. У вас вот такой вариант мы вам можем предложить. Ну, надо подумать. Подумайте, конечно. Конечно. У нас было предложение минус 20. 100 дней. 60 дней отсрочек. От срочки. 0% мы оплачиваем. А кому вы такое предложение делали? Это я для себя пишу. На предложение я делал. Мы делали вам 20 дней. Мы отказали. Мы в таком формате отказали. Да, я вижу. Вы отказали. И предлагаете, что 4, а срочки нет. И еще перекладываете у нас 50% оплаты от своего сотрудника. Ну, 50 на 50, да. Если вас устраивает, я готов пожать руки. Нет, пока не устраивает. Какое решение будем принимать? То есть, первое, это завершить переговоры, потому что они не состоялись. Это тоже вариант. Угу. И второй вариант, это найти, как это на пульте у режиссера, подвигать эти конструкции, которые устроят обе стороны. Я вам предложил. Я пока второго варианта никакого не вижу. Ой, третьего варианта. Предлагайте. Давайте рассматривать. У нас с вами три основные точки, на которые мы с вами обращаем внимание. Давайте смотреть. Отсрочку только сразу выкиньте. Ну, потому что мы не работаем в долг. Мы работаем только по предоплате. А отсрочка, при каких условиях она вообще может быть, да? Банковская гарантия может быть, или что-то еще. Это же инструмент всего лишь на все. То есть, в любом случае, вам заплатят, будет гарантия, то будет, соответственно, платеж. У вас риски только заключается в том, что вы передвигаете сам платеж не в дом, а в позже. В мире было когда-нибудь такое, что вам долг не отдавали? Я не хочу попасть в такую же ситуацию. Но есть слово «долг» достаточно общее. Потому что если есть гарант, то он будет платить. А если это банковская гарантия, то в любом случае это будет оплата. Здесь не такая ситуация, что это не физическое лицо, которое взяло и исчезло. Это будет другая процедура. То есть, оплата будет по-любому. Сходите к судебным приставам и задайте им вопрос. Часто ли закрываются 100% долги между B2B через суд? Просто у них уточнить. Скажите, Дмитрий, ладно, давайте я по-другому вопрос сформулирую. Скажите, пожалуйста, зачем мне сейчас давать возможность попасть в неприятности? Зачем? Однокраинство между тем, что давать в долг и попасть в неприятности – это гипотетическая ситуация. У нас у всех есть опыт и положительно-отрицательное давание в долг и возвращение денег. Мы, компания, на рынке давно уже работаем. Ищем компанию, которая помогала бы нам развиваться. Да, и все-таки там 20 лет на рынке, они говорят о том, что… Дмитрий, вопрос один. Да. Вы сказали, что вы ищете компанию, которая поможет вам развиваться. Да, но то, что продвижение бренда – это же развитие. Я же правильно понимаю, которая вам поможет, а не которой вы поможете? Ну, здесь… Вы помогаете. Вы сказали, так я и посмотрел. Вы сказали, что вы ищете компанию, которая вам поможет. Я и говорю, то есть, получается, вы приходите к нам, просите помощь и еще и ставите свои условия. Не подхамили? Это уже манипуляция. Мы не просим помощи, мы предлагаем сотрудничество. В вашей фразе сказала, что вы ищете компанию, которая окажет вам помощь. То есть, получается, вы балабол, что ли, Дмитрий? Вы мне сейчас рассказываете о том, что вы, грубо говоря, ищете партнеров. А на заднем плане, то есть, есть такая поговорка, да, что у трезвого на уме, то у пьяного в голове. И тут вы мне просто берете и вываливаете то, что не хотели сказать, что вы ищете компанию, которая вам поможет. У меня вопрос, а что с прошлой-то компанией не работает? Зачем уходите-то? Тоже вроде бы, как я слышал, но я не могу там утверждать плохо или хорошо. Всякое. О нашей компании тоже не все лестно отзываются. Но, как бы, о той компании я тоже ничего плохого сказать-то не могу. Пусть даже если они и мои конкуренты. Угу. Ну, раз вы от них уходите, значит, этому же должна быть какая-то причина. Либо вы им не заплатили, вы виноваты, либо они что-то накосячили. Но какая-то из сторон по-любому виновата. А с чего вы решили, что мы от них уходим-то? Ну, а вы зачем со мной переговоры ведете? Ну, за тем, что было сказано в начале разговора. Или вы не слушали? Повторите, пожалуйста, я очень много мы что в начале разговора говорили, что конкретно посылаешься. А что именно повторять? Все с самого начала? Нет. У нас с вами, я вам задал конкретный вопрос. Вы, во-первых, не передергивайте, не на том положении вы находитесь, чтобы сейчас передергивать и пытаться меня за язык поймать. Не подросли еще. А это во-первых. Во-вторых. Ну, это предлагаю, если мы в такой-то анализе разговариваем, но смысла-то нету. То есть мы же говорим о партнерстве в будущем. Это непонятно. Медливо, там дверь. Ну, а давайте прощаться. Вы точно уверены прощаться? Или ведем дальше? То есть у нас такой разговор. Мы же разговариваем о деньгах. Это не просто жизненная смерть, а о деньгах. И если у нас такая тональность, то что дальше будет? А что дальше будет? Я не знаю. Я вам и говорю. То есть, я вам озвучил. Вы со мной сейчас ведете переговоры. Насколько я помню, повестка дня, вы имеете желание с нами сотрудничать. Все верно? Я вам говорю. Вы сотрудничаете на сегодняшний день с другой компанией, которая, скажем так, не хуже нашей компании. Ну, вот она прям, я не могу сказать, что фу, эта компания беспонтовая. Нет, это достойный конкурент на рынке, с кем вы сейчас сотрудничаете. Но раз вы ведете переговоры со мной, с нашей компанией, с Альфой, значит, у вас что-то с той компанией что-то произошло. Почему? Почему вы ее меняете? Вот эту информацию вы мне не озвучили. Вы мне сказали, что, ну, как бы у нас есть свои дела. Вы просто мне не пояснили. Может быть, я просто какой-то информацией не в курсе. Не владею. Потому что я этого не говорил, что я с ними заключаю. Разве такое было сказано, что мы с ними заключаем сотрудничество? Разговор-то у нас начался с другого. Я вам говорю, если вы со мной разговариваете, значит, вы ищете альтернативу сотрудничеству, или я не прав? Да всегда лучше иметь несколько поставщиков, разве нет? А теперь скажите мне, пожалуйста. Вот вы сейчас мне говорите о том, что нужно иметь случай. Всегда иметь нужно случай. Вы сейчас ведете со мной переговоры. И тогда у меня вопрос. А где есть вероятность, что я сейчас соглашусь на ваши условия, а вы потом не пойдете продавливать кого-то другого? Скажете, что Альфа согласилась на такие, продавите. Может быть, это ваш ход по торгу? Ну да ладно. То, что у вас в голове, это у вас в голове. Я могу только додумывать. Ответьте мне, пожалуйста, Дмитрий, по какой причине вы со мной ведете диалоги и не остаетесь сотрудничать с прошлой компанией? Так уже разве ответа не было? Не было, я не слышал. Вот его я не слышал. Ну хорошо. Почему вы не работаете с той компанией? Не хотите работать? А в третий раз повторю. То есть мы с этого начали разговор. Возможно, варианты нового партнерства с другими компаниями. С этого начался наш разговор. Это слышал. Все, собственно, в этом и цель. То есть нет вообще никакой причины, если я сейчас соглашаюсь на эти условия, то вы просто звоните той своей компании и говорите «до свидания». Если мы договоримся, мы договоримся и об этом. На каких условиях вы сотрудничаете с ними? Они очень похожи на ваши после нашего предложения. В чем отличие? В том, что вот минус двадцать специалист. Это те условия, которые бы сравняли бы шансы. Если я скажу «нет». Ну, значит, не сравнялись. Ну, значит, что? Значит, вы остаетесь сотрудничать дальше с той компанией. Правильно я понимаю? Ну да. Это же про деньги. То есть тут явно мы в деньгах не выиграем. Как минимум проигрываем. Митрий, у нас осталось семь минут. Я чуть-чуть из роли выхожу. Да. Вы понимаете, что в угол зажались? Да я понимаю, да. Давайте рассматриваем варианты. Я сейчас просто дам маленькое направление. Смотрите. Попробуйте сейчас подумать отсрочка. Ну, то есть есть понятие предоплата, есть понятие отсрочка платежа. Вот в этом направлении попробуйте подумать и сюда привяжите скидку. Дам подсказку. Ведь скидку, если я вам дам, у меня же тоже должна быть какая-то выгода, тоже должна быть какая-то гарантия. Само собой, да. У меня просто в скрипте написано, что отсрочка минимум 30 дней. Мы никак к этой теме не можем перейти. У нас достаточно, я понимаю, жесткие переговоры и мы не можем в конструктив перейти. То есть есть какие-то слова, там увеличивается напряжение, но не переход в конструктив. Давайте думать, почему не переходим к конструктиву. Я думаю, что я не могу подобрать аргументы, которые вы заставили, так сказать. Ну, например, так, да. Или что-то там. Давайте обсудим. Или что вы можете предложить там. Ну, давайте мы... Я сейчас чуть-чуть... Мы сейчас в роль уходим. Я потом поясню, почему мы в тупик забежали. Да, да, конечно. Я сейчас в вашу роль захожу. И давайте мы с вами быстренько рассуждать. То есть получается, что нам с вами важно? Нам с вами важно получить отсрочку платежа. Раз. Второе. Нам важно получить с вами скидку. Третье. Нам важно... Ну, хотелось бы нам. Нам это... Нам с вами, Дмитрием. То есть мы Альф. Ой, мы Бетта якобы. Вдвоем. Нам важно получить еще и бесплатно человека. То есть у нас есть три грани. Давайте думать. То есть если я вам говорю однозначно, что отсрочка нет. Вот отсрочка платежа вот, ну нет, не обсуждается. Хорошо. Как мы можем себе заменить эту отсрочку платежа? Вот если мы не можем отсрочку добавить, мы же можем скидкой взять больше? Безусловно, да. Давайте вот в этом направлении думать. Как мы можем разговор повернуть? Если отсрочка нет, но нам важна скидка. Ну, для меня, причем, я немножко оплаваю, потому что для меня эта история абсолютно вымышленная и не контекстная. Здесь еще раз говорю. В скрипте написано, что минимум 30 дней настаивает аналитик. На самой лучшей цене отсрочка – это минимум 30 дней. Поэтому я не могу вычеркнуть слово отсрочка. Скажите мне, назовите мне цифры, которые вы поставили. Смотрите, у меня заявленная позиция 0, желаемая позиция 7%, то, что я могу дать. И красная черта – это 15%, ниже которой я лично не хотел бы опускаться. У вас какие цифры стоят? Ну, у меня 10%, если не ошибаюсь, 10%. Чуть ниже, чуть ниже экрана у вас написано. Чуть ниже экрана. Ага. Заявлено. Желаемая позиция 15, красная черта – 10, заявляемая позиция 20. Ну, собственно, мы ее заявили сразу. Так, заявляемая 20, желаемая… 15. Желаемая 15, а красная… 10. Красная – 10. Красная – 10. Вот смотрите, давайте мы отсюда будем плясать с вами. У вас здесь написано, то есть, у вас написано в скрипте, написано, что предмет… То есть, вы можете взять рассрочку 30 дней. Да. Согласиться. А предмет переговоров у нас с вами, прямо под экраном написано, размер скидки в процентах. Угу. То есть, давайте мы сейчас с вами подумаем. Если, грубо говоря… Ну, давайте в цифрах обрисуем. Ничего, что мы перешли уже не на тренировку, а на обсуждение. Да. Да, да, да. Смотрите, Дмитрий, вопрос какой интересный получается. Мы с вами разговариваем, допустим, о миллионе рублей. А вы у меня просите скидку 20 процентов. То есть, Андрей… 200 тысяч. 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей – это же ведь большая скидка. Грубо говоря, я каждый месяц буду недозарабатывать 200 тысяч рублей. Каждый месяц я буду недозарабатывать. То есть, я буду 800 получать, а не миллион. Ну, это если срочный контракт… В моем понимании… Нет, нет. Здесь одно и другое не вытекает. В моем понимании, если ты даешь скидку, то ты даешь на весь объем. То есть, если контракт, допустим, на 3 месяца, то ты даешь от всего объема. Ну, у нас мы с вами долгосрочный контракт. Я сейчас просто мысль развиваю. Мы сейчас не привязываемся. То есть, теперь смотрите. Но если я даю вам отсрочку платежа, то я могу сказать… Хорошо, Дмитрий. Найте вам отсрочку платежа, но не грамма скидки. Вроде бы, с одной стороны, отсрочка платежа тоже интересна. Но если мы смотрим в финансовом отношении, то платим мы меньше там, где скидка. Согласны со мной? Ну да. Теперь давайте смотрим. Если вы хотите скидку побольше, на каких условиях я могу согласиться? Давайте мы сейчас роль поменяем. Помните, я вам сказал, что я вам не верю. Ну, как бы вы меня же кинуть можете. И вот давайте подумаем через призму, что вы меня можете кинуть. Через призму, что вы меня можете кинуть. Как можно убедить меня и дать мне скидку, и при этом уверить меня, что вы меня не кинете? Ну, надо просто заплатить вперед. Все верно. Вот давайте отсюда и сыграем. То есть, Андрей, я правильно понимаю, что вы боитесь, вы переживаете, что мы вас сбросим? Да-да-да. Ну, я просто понимаю, я понимаю свой косяк. Причем, для меня эти три условия, как написано, я, извиняюсь, что повторяюсь, что 30% минимум отсрочки. Я вижу и понимаю, что я его не могу упустить. Если же мы его убиваем, то окей, ладно. Тогда, если вы переживаете, что у вас, исходя из вашего опыта, что любое лицо, которое взял в долг, может его не отдать, давайте для того, чтобы… мы внесем аванс, ровно 100% предоплаты. Единственное пожелание, чтобы все-таки, это все-таки аванс, и он стопроцентный, это все-таки говорить про скидку. Потому что контракт большой, долгосрочный, потому что деньги-то большие на самом деле. Татьяна, ну что, давайте приступим. Я так понимаю, мы с вами, в принципе, вели переговоры о том, чтобы сотрудничать. Для того, чтобы нам понять, как нам дальше вести диалог, скажите, пожалуйста, Татьяна, вы как компания готовы вообще? То есть, вам интересно сотрудничество с нами? Ну, я бы хотела сначала задать вам вопрос, почему вы хотите с нами… Да, мне… Хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Мне интересно с вами сотрудничать, и хочу уточнить у вас, почему вы хотите… пришли к нам и хотите с нами сотрудничать? Мы не пришли к вам, мы ведем переговоры, скажем так, и с вами тоже. Мы… Я думаю, что здесь секрета нет никакого. На рынке есть аналогичные компании, которые предоставляют эти услуги. И мы рассматриваем абсолютно все предложения. Где-то нас что-то больше устраивает, где-то меньше устраивает, где-то мы готовы пододвинуться, где-то люди готовы пододвинуться. Просто мы сейчас ведем переговоры о сотрудничестве, вот и все. Поэтому у вас хорошие отзывы, в принципе, вас хорошо говорят. Поэтому я и веду переговоры. Смог ответить на ваш вопрос? Да, достаточно убедительно. Татьяна, у нас с вами вопрос стоит только в отсрочке, то есть дней. Я же правильно понимаю? Немного неправильно. Понимаете, мне интересно с вами сотрудничать на условия, которые вы выдвигаете, неприемлемы. Что конкретно неприемлемо, скажите, пожалуйста? Вы требуете от нас скидки 20% от нашей предложенной цены, хотя, насколько мне известно, вы сотрудничали с Гаммой, и цены у нас были одинаковы с Гаммой. Почему вы хотите от нас скидки 20% снижения цены? Татьяна, это, как бы скажу вам таким образом, просто экономия денег. Вы не хотите нам дать скидку? Я не говорю, что я не хочу дать скидку. Я вам сначала говорю, что условия, ну как бы... Скажем так, условия невыгодны для вас. Я правильно понимаю? Для вас условия, которые мы предлагаем, они для вас невыгодны. Я правильно понял? В принципе, да. Поэтому я еще раз говорю, давайте, ну как бы, я вас услышал. Наши требования 20% скидка 60 дней отсрочка ваш человек и 50% ваш человек на наших условиях. Вы мне сказали о том, что, ну согласно вашему письму, я прочитаю его, грубо говоря, дословно, да. Так, бета выразила готовность, то есть это мы сотрудничаем с Альфой и выдвинула следующие условия. Скидка 20% от предложенной цены Альфа, отсрочка 60 дней, а также постоянно закрепленный за беты специалист Альфа, который будет работать на их территории, то есть на нашей. Вы, как компания Альфа, выдвигаете свое предложение и предложение заключается в следующем. Стоимость без скидок, предоплата 100% и выделенный специалист затраты по оплате его труда 50 на 50. Мы помозговали, подумали, мы помозговали, подумали и в принципе вы обоснованно не даете нам скидку, вы обоснованно не даете нам скидку, вы предлагаете вашего сотрудника поделить 50 на 50. Мы не спорим обоснованно. Давайте обсудим просто тогда условия отсрочки 60 дней и все. И в принципе мы готовы будем подписать контракт. То есть если вы нам не готовы дать скидку, не готовы оплачивать полностью своего сотрудника, ну хотя бы дайте нам скидку, отсрочку 60 дней и тогда мы прекрасно готовы будем с вами сотрудничать. Мне надо подумать немного. Так подумайте, конечно, я вас не тороплю. Все. Хорошо. На этом видео. Вы знаете, я могу со своей стороны, как бы вам с большим трудом предоставить скидку 18%. И то будет сложно убедить руководство. Так давайте, подождите, оставим скидку, давайте поговорим о рассрочке. Ну, смотрите, если о рассрочке, то отсрочку платежа для меня давать очень проблематично. Почему? Это 50 дней, это вообще фактически 2 месяца. Да, да. Почему вы хотите от нас такую рассрочку? Мы понимаем прекрасно своих возможностей, не хотели бы вас подводить. Заплатим раньше, никто не против, но мы для себя ставим такие границы. Сотрудничаем, у нас налажен бизнес именно в этом направлении. Мы не хотим подводить своих партнеров. Я не могу вам дать, грубо говоря, обещание, что я сейчас вам буду платить 100%. Чтобы вас не подводить. Смотрите, Татьяна, а в чем проблема дать 60 дней рассрочку, не пойму. Понимаете, в нашей ситуации экономической 60 дней ждать оплаты от покупателя, от заказчика, да, это очень рискованно. Мне тоже надо где-то брать деньги и платить наемным работникам. Ну и в конечном-то итоге же с вами этот колесо-то это выкрутим. Это неизвестно. Я хочу просто подстраховаться, потому что на рынке, в бизнесе, вы же сами понимаете, есть риски. Что будет, когда вы не заплатите мне, у вас случится какое-то неопределенное форс-мажорное обстоятельство, и вы не заплатите мне по истечению 60 дней, например, стоимость наших услуг, да, и что мне потом делать? Как бы вы поступили на моем месте? Ну, я бы, наверное, требовал бы с вас деньги на вашем месте. Тогда скажите мне, пожалуйста, вопросы, что будет, если вы, ну, как бы, я заплачу вам 100%, а вы не окажете мне услугу, что будет? Услуга вам окажется во всяком случае при предоплате 100%, потому что у нас хорошие компьютерные сети. Мне компания Гамма говорила все то же самое. Все один в один, компания Гамма говорила. Не дать, не взять. Но просто она просто раз и не сделала. Это единственная причина, почему мы меняем компанию, потому что нас компания Гамма подвела. Не мы компанию Гамму подвели с оплатой, а компания Гамма нас подвела. То есть здесь, знаете, вот давайте такой вопрос я вам задам. Вот смотрите, Татьяна. Я подписал с вами соглашение на 60 дней. На 60 дней. Я вам через 60 дней заплатил и умер. И что вы будете делать? В том-то и дело, что я не хочу подписывать с вами такое соглашение. Я не могу согласиться подписывать такое соглашение. То, что вы говорите, что вас Гамма подвела, это еще, но это не значит, что мы вас подвели. Нет, я вам и не говорю, что вы подведете. Я просто вам так сказать, вы мне камень в огород, а я вам его обратно перекинул. Вы мне говорите, что вы на моем месте бы делали, если бы вы мне не заплатите. Я вам говорю, что я готов подписать с вами договор. Это говорит о том, что я 100% заплачу. А я вам даю этот камень обратно в огород перекидываю и говорю, а что будет, если вы не окажете мне услугу? Но ведь вы же не рассматриваете ситуацию, что вы услугу не окажете, правильно? Потому что я уверена, что у нас все работает хорошо и качественно. Давайте сделаем так. Скажите, пожалуйста, почему вы не можете дать скидку 20%? Я вам могу дать скидку максимум 15%. Нет, почему 20% не можете дать? Потому что мое руководство категорически против. Хорошо. Даже вы не хотите взять обязательства своего сотрудника полностью за свой счет? Не за наш, а за свой. В принципе, мы можем взять сотрудника, выделить специалиста вам за свой счет. При условии 100% предоплаты с вашей стороны. Вот я же вам про это и говорю. Смотрите, как интересно. Скидку, то, что мы не берем у вас скидку, я с вами согласен. Я же вам в самом начале сказал. Мы согласны на условия ваши при условии одном. То есть, я согласен с вами 50 на 50. Я согласен без скидки. Но дайте нам отсрочку платежа 60 дней. И все. Я же не прошу вас ни скидки. Я не прошу взять полностью на себя сотрудника. То есть, меня ваши условия устраивают, кроме отсрочки платежа. И все. Дайте 60 дней отсрочки и все. Все просто. Как бы мы готовы платить без скидки 50%. Зачем вы тогда вначале выдвигали требования, что скидка вам нужна 20%? Да, Татьяна, надо же было быть. Прошу прощения. Надо же было быть дураком, чтобы не попросить скидку. А вдруг бы срослось. А вдруг вы бы сказали бы, Андрей, почему 20%? Давай уж на 40% подпишем сотрудника. Сами оплатим. И еще и на год рассрочку дадим. Вы думаете, я бы отказался? Нет, конечно. Я попросил, вы мне не дали. Но я прекрасно понимаю, что ну ладно, бог с ним, с этой скидкой, с этим сотрудником будем так, как вы. Ну хотя бы отсрочку дайте. Нет, вот именно что отсрочку я вам не могу давать. Вы мне вообще никакую отсрочку не можете давать? Давайте рассмотрим варианты. Если я вам сделаю скидку. Я вам эти два фактора даю, да? От вас предоплата 100%. То есть я правильно понимаю? Я правильно понимаю? Вы даете нам скидку 15%. Да. Вы оплачиваете полностью сотрудника. Да. Но без, то есть отсрочки. Да. Мои требования. Давайте сделаем так. Тогда давайте будем разговаривать уже, грубо говоря, давайте сделаем выгоду друг другу. Я готов, допустим, на скидку не 15%, не 15%, а допустим, ну давайте скажем 10% скидка, 10% скидка, 50 на 50 сотрудника, ну и давайте тогда, ладно, не 60 дней, но давайте 50 дней от срочки платежа. Ну это много. Ну сколько немного тогда, Татьяна? 14 дней, хорошо, я вам могу, с вашей стороны при уступке, да, я могу вам, могу сделать срочку на 2 недели, 14 дней. Ну смотрите сами, полтора месяца, фактически 2 месяца, ну 50 дней, 60 дней, это 10 дней фактически роли не играет. Это очень мало. Татьяна. А 2 месяца ждать оплаты, и вот вы сами спросили, а вдруг с вами что-то случится? Татьяна, скажите, пожалуйста, ваш сотрудник зачем у нас в компании? Вот как вы думаете? Честно, не знаю, зачем вам сотрудник, мой сотрудник на вашей территории. Ваш сотрудник нам в компании нужен только для одной простой цели, чтобы он помогал нам контролировать процесс вашей работы, ну не контролировать, а чтобы действия ваши, они могли накладываться на нас, правильно? Теперь смотрите, если ваш сотрудник видит, что какая-то чрезвычайная ситуация происходит, он же вам сообщит об этом? Но я не думаю, что моему сотруднику у него будет доступ к информации, открыт. В смысле как? А зачем тогда он нам нужен? Он же нам и нужен для того, чтобы не мы в ваших программах информационных лазали, потому что мы-то что, ну нам-то без толку там, я не понимаю вообще, что вы там делаете. Грубо говоря, я вижу конечный результат, он меня устраивает, а внутренние это технические составляющие, я же не понимаю. Поэтому же ваш сотрудник будет это все делать? Ему не полный доступ? А, сотрудника доступ к информационной системе по расположению товаров, да, и услуг на сервисе, интернет-сервисе. Но он в бухгалтерию навряд будет... А при чем здесь бухгалтерия? Потому что финансами... Сотрудник же будет видеть, какое количество продаж. И, грубо говоря, вы боитесь что? Что мы не справимся с работой или то, что мы вас обманем? Вот чего вы боитесь? Я боюсь то, что вы можете, ну как вы говорите, нас обмануть. Потому что, смотрите, даже если у вас будет реализация товаров и услуг, он, мой сотрудник не будет знать, куда вы, на что вы тратите деньги. Вы можете вообще их вывести из оборота и предприятия, и вообще мне потом сделаться банкрутом, да, сказать, и мне вообще не заплатить. А мне 60 дней предстоит оплачивать все затраты, все свои затраты. Налоги, работа... Татьяна, скажите, пожалуйста, а какая выгода мне так поступить в ваш адрес? Вот мне какая выгода, я немножко понять не могу. Ну вот смысл какой? То есть взять, воспользоваться услугами компании и взять и обмануть. Это же получается взять и самому себе в руки нагадить. Вы знаете, я не знаю, почему вы так говорите, я просто у меня таких... Я просто хочу перестраховаться. Вы сами понимаете, что сейчас моральные устои бизнесменов не на высоком уровне, и как бы это бизнес, и все случается в жизни. То есть вы хотите сказать, что я похож на человека морально неустойчивого? Имеется в виду, грубо говоря, дал слово и не сдержал? Нет, я такого не говорю. Я просто... Я спросил, хотите это сказать? Нет. Нет, нет. Абсолютно нет. Я просто хочу себя подстраховать, потому что это бизнес, это экономика, это никто не знает, что в стране делается. Хорошо. Не знаю, что завтра. Татьяна, давайте сделаем таким образом. 50 дней для вас тоже много. Да. 50 дней для вас много. Для нас 14 дней, ну, это как бы не показатель. Почему? Это не показатель. Ну, скажем так, я еще раз говорю, вы одна из компаний, с которыми мы ведем переговоры. Я еще раз повторюсь, мы к вам пришли не потому, что, как сказать, мы меняем компанию по одной простой причине, потому что нас предыдущая компания подвела. Нам тоже нужно подстраховываться. Вы подстраховываетесь, мы подстраховываемся. Никто не против. Я не против того, что вы подстраховываетесь. Но я не готов подписать с вами соглашение, то, которое я выполнить не смогу. То есть, зачем я буду подписывать документ и понимать о том, что мне придется вам врать. Вот я вам говорю сейчас честно. 14 дней для нас, это неподъемный срок. Подумайте, я предложил 60, вы не согласились. Я предложил 50, вы не согласились. Я предложил вам уже два варианта. Вы мне предложили 14. 1. Давайте подумаем, ну, хорошо, ну, давайте сделаем 47-48 дней. Давайте 3 недели, 18 дней. Почему? Смотрите, сейчас фактически все на рынке бизнесмены требуют стопроцентную предоплату. Вы же прекрасно понимаете. И вы почему-то при покупке своего же товара и услуг, вы исполняете эти требования. Почему вы мне хотите сделать вот такую, фактически, чтобы я ждала другим... Татьяна, давайте я вам еще один раз объясню. Я не готов работать на этих условиях. Я не готов. То есть, если вы не согласны, я еще раз объясняю. Я не готов подписать договор, который я не выполню. Вы меня не слышите? Я мне, ну, как я говорю, то есть, ну, хорошо, там, 45 дней. Я понимаю, что я из кожи вон буду лезть. У меня товарооборот идет вот таким вот образом, что я смогу вам максимум через 45 дней платить. Если вас такие условия не устраивают, грубо говоря, Ну, я зачем буду сейчас говорить вам, да, давайте, там, на 15 дней. А через 15 дней я вам приду и скажу, Татьяна, я не могу их заплатить. Вы этого хотите? Я же даже говорю, то есть, если у нас вопрос стоит, то есть, от срочки платежа, Я же говорю, я готов оплачивать сам сотрудника. Я готов платить вам без скидки. Я готов платить без скидки. Хорошо, 30 дней. Месяц. Но только при этих условиях, что вы озвучили. Вы оплачиваете специалиста за свой счет? Тогда давайте, если при таких условиях, то есть, мне же тоже нужно понимать, Я же озвучил, каким образом, 45 дней и без скидок, и без оплаты сотрудника, 45 дней. Если вы говорите 30 дней, ну, тогда дайте, какую скидку можете дать. Если 45 дней, то без скидок и сотрудника сами оплачиваем. Если 45 дней, а отсрочка. Если меньше 45 дней, ну, вы предлагаете 30, да? А вы только что сказали, если 45 дней, то тогда вы готовы взять оплату сотрудника за свой счет? Без скидки. Да, без скидки и оплату сотрудника, если 45 дней, да. Ну, хорошо, я согласна. Мы жмем руки на 45 днях, на 45 днях мы оплачиваем сами сотрудника и без скидок. Все верно? Да. Жмем руки на 45? Да. Так, Татьяна, молодец. А теперь у меня вопрос. Вопрос у меня один. Зачем мы разговаривали о скидке и о сотрудниках? Вы знаете, я хочу сказать, что мне вообще сложно от переговора вести. Ответьте просто на вопрос, зачем мы разговаривали о скидках и о сотрудниках. Там ключевой момент. Ну, я так понимаю, что какие-то выгоды. Если в одном что-то уступаешь, что-то другое, ты должен получить взамен. Все правильно. Если это видео было для вас полезно, ставьте вот такой смайлик. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Субтитры сделал DimaTorzok